МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня программа «Большая стройка» представит вам презентацию квартир в домах-новостройках. Также вас ждет актуальная информация о возводимом жилье в городе над Сожем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для тех, кто планирует приобрести новое жилье и изучает рынок недвижимости города Гомеля, программа «Большая стройка» представляет презентацию квартир в домах-новостройках. Итак, мы отправляемся в 21-й микрорайон города над Сожем. Здесь по улице Чечерской расположены два новых десятиэтажных дома. Купить в одном из них уютные и комфортные квартиры-студии предлагает УКС города Гомеля. Предлагаемые квартиры городским УКСом оборудованы входной металлической дверью, которая оборудована двумя замками верхним и нижним, металлической ручкой. Помещение имеет черновую отделку, черновую стяжку пола. Как вы видите, здесь есть розетки, выключатели, окна. Каждое окно оборудовано замочком. Каждая батарея оборудована индивидуальным теплощетчиком. В кухне, как вы видите, счетчики, выключатели находятся на уровне столешницы, что очень удобно. И вообще, планировка данной однокомнатной квартиры позволяет зонировать пространство так, как это удобно вам. Вы спокойно можете сделать отдельно кухню, гостиную, прихожую. Санузел оборудован унитазом и вся сантехническая разводка. Счетчики учета. Ванная комната оборудована точно так же сантехнической разводкой и полотенцесушителем. Вытяжка, выключатели. Площадь однокомнатной квартиры в этом доме составляет порядка 45 квадратных метров. Стоимость одного квадрата... Кстати, новостройки по улице Чечерской окружает зеленая территория. Вблизи находится вся необходимая для жизни инфраструктура. Остановки общественного транспорта, крупные торговые объекты. Прилегающая к домам территория оборудована парковками. Вскоре здесь проведут благоустройство. Также появятся детские площадки. Еще один пример того, как сейчас выглядит современное жилье, рассмотрим со специалистами Гумельского домостроительного комбината. Сейчас мы находимся на одном из объектов КПД-77 по улице Бородина. Вот в подъезде мы можем видеть, что стены окрашены в современной цветовой гамме. Также, что немаловажно, лифт грузовой здесь установлен. Сейчас можем посмотреть одну из квартир, где произведена отделка типовых потребительских качеств. Дверь входная металлическая устанавливается. Пройдем в одну из жилых комнат. Здесь можем видеть установленные межкомнатные двери из МДФ. Стены отклеены бумажными обоями, потолки окрашены акриловой краской. Установлены розетки еврообразца. На батареях установлены терморегуляторы. Стеклопакеты нашего производства, Гомельского домостроительного комбината. Створки поворотно-откидные. Также немаловажно, фурнитура оборудована замочками. Надо отметить, что санузлы и ванная комната в данной квартире оборудованы сантехникой отечественного производства. На кухне можем видеть, что в рабочей зоне уложена плитка белорусского производства. Также устанавливаются умывальники металлические, оборудованные сантехникой. И газовые плиты производства местного завода электроаппаратуры. В комнатах данной квартиры есть розетки еврообразца. В них также произведена укладка ламината, плинтусов, окрашены потолки. Вашему вниманию была представлена двухкомнатная квартира с отделкой типовых потребительских качеств. Будем рады видеть вас в числе клиентов Гомельского домостроительного комбината. Говоря о том, как со временем меняются планировки квартир, их внутренняя отделка нельзя не сказать и о кардинальных изменениях, которые коснулись внешнего облика новостроек. Так, например, современные материалы применяются при отделке входных групп. А использование вентилируемых фасадов придает эстетическую привлекательность объекту, обеспечивает сохранение его долговечности и надежности. Впервые вентилируемые фасады на панельных домах были применены в 2016 году в микрорайоне номер 18 в городе Гомеле. Это более долговечные фасады с улучшенной архитектурной выразительностью. По сути своей, это новый стандарт социального жилья. Строительство жилья – это более глубокий процесс, чем было ранее. Это не просто ввод квадратных метров в эксплуатацию. Это также создание благоприятной среды обитания для населения районов. Таких, например, как строительство детских, игровых, спортивных площадок. Оснащение придомовой территории достаточным количеством парковочных машин на мест. Создание более сложных инженерных систем, которые облегчают жизнь человека. Такие, например, как видеонаблюдение, оснащение домов придворовым видеонаблюдением, внутренним видеонаблюдением. Это применение более качественных, современных отделочных материалов, улучшенная отделка фасадов, входных групп, что, в свою очередь, повышает архитектурную выразительность как и дома, так и района в целом. И способствует благоприятному проживанию людей. В числе объектов, где применены новые технологии в строительстве, многосекционные жилые дома по улице Барыкина. Их отличает большая степень остекления фасада. Здесь проектом предусмотрено наличие встроенных помещений на первом этаже. К продаже их предлагает УКС города Гомеля. Мы находимся на площадке продолжения строительства по улице Барыкина. В этом доме мы можем предложить всем желающим приобрести встроенные помещения в торговле как и продовольственными, так и продовольственными товарами. Площадь данных встроенных помещений варьирует от 46 квадратных метров до 86 квадратных метров. Всем заинтересованным лицам просьба обращаться в государственное предприятие управления капитального строительства города Гомеля. Предлагаем рассмотреть еще один вариант жилья, который сегодня есть на рынке недвижимости Гомеля. Десятиэтажный односекционный жилой дом по улице Степана Разина-Войкова. УКС города Гомеля предлагает нашим будущим дольщикам последние квартиры в многоэтажном жилом доме по улице Степана Разина-Войкова. Данный дом расположен рядом с домом, который мы ввели в прошлом году. Дом расположен в центре Новобелеца. Рядом магазины, школы, поликлиника. Все, что будет для вашей комфортной жизни. Стоимость одного квадрата... Просим вас поторопиться, потому что квартира осталась только несколько. Проектом здесь предусмотрено благоустройство прилегающей территории, строительство автопарковки. В самом центре Новобелеца, вблизи улицы Ильича, в ближайшее время возведут трехсекционный многоэтажный жилой дом. Строительством объекта занимается УКС Гомельского района. В Новобелеце на место бывшего госпиталя инвалидов войны будет строиться дом, жилой дом КПД на 209 квартир. Значит, на сегодняшнее время произведен снос бывшего госпиталя. Сделана проектная смертная документация, которая находится на экспертизе. В конце сентября, в начале октября мы ее заберем с экспертизой. И в конце октября, в начале ноября будем строить жилой дом КПД на 209 квартир. Там находятся однокомнатные квартиры, двукомнатные квартиры и трехкомнатные квартиры. Надо отметить удобное и выгодное расположение будущего дома. В шаговой доступности находятся остановки общественного транспорта. Есть учреждения образования, а также рынок, магазины, поликлиника и зона отдыха. Сегодня программа «Большая стройка» также познакомит вас с актуальными предложениями по трудоустройству в сфере строительства. Гомельскому домостроительному комбинату требуются работники по следующим специальностям. Монтажники строительных конструкций, электросварщики ручной сварки, штукатуры, маляры, плотники, монтажники технологического оборудования, монтажники санитарно-технических систем, машинист-кочегар-котельный, машинист компрессорной установки. Вся подробная информация расположена на сайте нашего предприятия. Мы будем рады видеть вас в числе нашего коллектива. Новинки в сфере строительства жилья Гомеля с вами сегодня изучала программа «Большая стройка». До встречи на стройплощадках города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова